Ежегодная августовская конференция педагогов прошла в Люберцах. По традиции, глава округа наградил лучших в этой сфере профессионалов. А также учителя подвели итоги работы за прошлый год и поставили задачи на следующий учебный период. На этот раз педагогическая общественность городского округа Люберцы встретилась в гимназии номер 16 «Интерес», которая попала в топ-100 Московской области. Также в списке лучших 41-я гимназия. В приветственной речи Владимир Дружицкий отметил, что количество школ, занимающих лидирующие позиции в регионе, должно непременно увеличиваться. Задача стоит, чтобы в Люберцах в красной зоне никого нет. Но когда говорят, что в Жуковском там 5 или 6 школ в зеленой зоне, Люберцы хуже. У нас школ-то больше. И мы обречены, что у нас было их там 5 или 7, не менее. А у нас всего 2 есть куда двигаться. Чтобы таких школ и гимназий было как можно больше в интересах самих педагогов, а точнее директоров. Ведь заработная плата руководителей образовательных учреждений теперь зависит от эффективности их работы. Например, директорам лучших школ назначили стимулирующие выплаты. И теперь они будут получать до 120 тысяч рублей. А для представителей «желтой зоны» заработная плата составит 90 тысяч рублей. Эта система оценки, я хочу сказать, не только самого директора, но и результаты коллективного труда школ. Отмечу, что подобные критерии на муниципальном уровне будут разработаны и для заведующих детских садов. В настоящее время в городском округе Люберцы два учреждения показывают стабильно низкие результаты. 17-я и 19-я школы находятся в красной зоне. По словам Виктории Бунтина, некоторые руководители, которые оказались в «желтой зоне», имеют пограничный результат и также рискуют попасть в самую низкую категорию. Также начальник управления образованием обратила внимание на такую проблему, как дефицит кадров. В городском округе не хватает учителей начальных классов иностранных языков, а также физики и математики. В целях решения данной проблемы и удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах образовательных учреждений заключены договоры с региональными университетами и институтами высшего профессионального образования. Также в рамках конференции состоялось торжественное награждение лучших учителей городского округа, которые внесли особый вклад в развитие образования. Для тех педагогов, которые посвятили работе большую часть своей жизни, прозвучали отдельные слова благодарности. Глава округа Владимир Ужицкий отметил знаками отличия двух директоров общеобразовательных учреждений, которые в этом году уходят на заслуженный отдых. Гости праздника аплодировали стоя. Луизия Игазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.